Здравствуйте, с вами Фокс Мудер, и сегодня мы поговорим о местах силы и об аномальных зонах. Что их объединяет, и в чем их различия. И хотя это довольно избитая тема, и посвящались как различные телевизионные передачи, так и отдельные видео и статьи, но полностью эта тема не раскрыта, и раскрыта не будет никогда. Ибо, как сказал Мэтр, мир необъятен и непостижим. Мы никогда не сможем понять его, мы никогда не разгадаем его тайну. Поэтому мы должны принимать его таким, каким он есть, чудесной загадкой. Все, что мы можем сделать, это прикоснуться к отдельным аспектам этой непостижимой загадки, дабы получить хотя бы некоторое представление о сути явления и о его возможных проявлениях. И благодаря этому пониманию, научиться самостоятельно выявлять определенные закономерности и маркеры, которые будут указывать на наличие мест силы и аномальных зон. Иными словами, мы попытаемся выработать методологию по определению отдельных участков земной поверхности, которые для некоторых из нас представляют интерес в энергетическом, эзотерическом или научном отношении. И если вы являетесь видящим и воспринимаете энергии Вселенной непосредственно, то вам не обязательно смотреть это видео, ибо вам вообще не требуются чьи-то слова или объяснения. Для остальных же это видео может стать инструментом и методологией, или просто возможностью пополнить свой интеллектуальный багаж. Так что же такое места силы и аномальные зоны? Прояснить это мы попытаемся на примере двух конкретных географических объектов, спроецировав на них доступные данные геологоразведки, тектонического строения литосферы, а также мои собственные наблюдения. Эти примеры позволят вам определить свои собственные аналогии, исходя из географической удаленности от места вашего нахождения, то есть осознав определенные закономерности и научившись использовать доступную информацию, вы сможете самостоятельно отыскать свои собственные места силы, а не следовать растиражированным в интернете туристическим путеводителям. Некоторым из вас, возможно, известно, что энергия может исходить как из недр Земли, так и приходить из космического пространства. И это не только геотермальная энергия или излучение Солнца в видимой инфракрасной, ультрафиолетовой и рентгеновской областях спектра. Тектонический разлом – это зона нарушения сплошности земной коры, деформационный шов, разделяющий породный массив на два блока. Тектонические разломы присутствуют в любом горном массиве, на любой территории и давно изучаются геологами. Именно к тектоническим разломам чаще всего приурочены местонахождения полезных ископаемых, металлических руд, углеводородов, подземных вод и другие, что делает их весьма полезным объектом для исследований. Глубинный разлом – это протяженная в сотни километров и узкая зона раздела между подвижными, обычно разнородными глыбами земной коры. Глубинные разломы выражены рядами всевозможных трещин, зон дробления, меланитизации, рассланцевания и мелкой приразломной складчатости. Часто сопровождаются эффузивными, интрузивными и сильно метаформизированными породами. Глубинные разломы характеризуются полосами затухания сейсмических волн, больших градиентов сил тяжести, положительных и отрицательных магнитных аномалий. В рельефе они часто совпадают с прямолинейными участками речных долин, обрывистыми склонами гор и подводных хребтов, а также следуют вдоль прямых берегов озер и морей. С глубинными разломами связаны сильнейшие землетрясения и повышенные тепловые потоки из недр земли. Глубинные разломы играли важную роль в локализации многих видов полезных ископаемых, служили путями проникновения к земной поверхности, рудоносных магматических и гидротермальных растворов и влияли на коллекторские свойства горных пород, вмещающих руду. На ранних стадиях своего развития они контролировали размещение хромовых руд, титаномагнетидов, платиноидов. На поздних месторождения руд цветных металлов, предопределяя возникновение полиметаллических поясов. Вдоль трасс некоторых глубинных разломов следуют также цепочки месторождения нефти и газа. Процессы, протекающие в зонах тектонических нарушений, сложны и разнообразны. Активный разлом – это зона концентрации тектонических напряжений и зона повышенных деформаций породного массива. Многие геологи и геомеханики считают, что перенапряженная зона разлома порождает электромагнитное поле. Точно так же, как, например, механическое воздействие на кристалл кварца, пьезоэлектрической зажигалки порождает электрический импульс. Вследствие повышенной трещиноватости, тектонический разлом в большинстве случаев представляет собой водоносную зону. Совершенно очевидно, что движение подземных вод с растворенными в них солями через толщу пород, которые отличаются по своим электрическим свойствам, может формировать и формируют электрические поля и аномалии. Именно поэтому в зонах тектонических разломов зачастую наблюдаются аномалии различных природных физических полей. Эти аномалии широко используются для поиска и выявления зон тектонических нарушений в современной геофизике. Вероятнее всего, указанные аномалии служат и основным источником воздействия на живые организмы, в том числе и на человека. В зонах активных разломов часто происходит землетрясение, как результат выброса энергии во время быстрого скольжения вдоль линии разлома. Так как чаще всего разломы состоят не из единственной трещины или разрыва, а из структурной зоны однотипных тектонических деформаций, которые ассоциируются с плоскостью разлома, то такие зоны называют зонами разлома. На расположение глубинных разломов определяются и картографируются на поверхности Земли с использованием дешифрования космических снимков, геофизических методов исследования, разнообразных видов сейсмического зондирования земной коры, магнитной съемки, гравиметрической съемки. Также часто применяются и геохимические методы, в частности радоновая и гелевая съемка. Гелий, как продукт распада радиоактивных элементов, насыщающих верхний слой земной коры, просачивается по трещинам, поднимается в атмосферу, а затем в космическое пространство. Такие трещины и особенно места их пересечения обладают высокими концентрациями гелия. Для примера рассмотрим центральный Сихотайолинский разлом, который четко делит территорию Приморья на западную и восточную часть. Западная часть и близлежащие районы Китая – это южная конечность грандиозного рифтового пояса, протягивающегося от Магадана до восточно-корейской впадины. Это область растяжения земной коры в системе сдвигов Танлу и центрального разлома. Восточная часть представляет собой сводно-горстовые поднятия с гранитным ядром. По геодинамической обстановке это возрожденный грабин с глыбовыми движениями, вызванными изостатетическими процессами. В гравитационном поле области увеличения мощности осадочного чехла отмечаются высокими отрицательными аномалиями. Магнитные поля характеризуются отрицательными и положительными локальными аномалиями. При создании данного видео я использовал топографические геофизические материалы, представленные на портале геокнига ОРГ. Интерфейс данного портала позволяет осуществлять поиск как по квадратам, так и по типам искомых карт. Но, как показывает мой личный опыт работы с данным сайтом, лучше не лениться и не сужать критерии поиска до минимума, ибо тогда на выходе можно получить либо очень скромный результат, либо его полное отсутствие. На самом же деле, интересных и информативных карт на данном портале великое множество. Их только нужно уметь найти, зачастую вручную, или же расширив диапазон критериев запроса. Меня интересовали вполне определенные географические районы, по которым я имел возможность потопать собственными ногами, дабы привести вам конкретные примеры, а не описывать сферического коня в вакууме. Поэтому в качестве первого примера рассмотрим Ливадийский хребет в южном отделе горной системы Сихотеоленя. Этот хребет расположен в 60 километрах западнее центрального Сихотеоленского разлома в зоне тектонических деформаций. Весь хребет является горстом, резко приподнятым над окружающей поверхностью и образовавшимся вследствие тектонических движений. Вершина горы Ливадийская представляет собой интрузию возрастом 98 миллионов лет. Данную гору окутывают не только туманы, наносимые муссоном из прибрежных вод Японского моря, но и многочисленные мифы, легенды и предания, которые усиливают туристический поток. И я не буду вдаваться в мифологию и пересказывать легенды, а просто приведу случай из собственной жизни, произошедший 6 октября 2007 года. В тот день я восходил на вершину данного хребта вместе со своей будущей супругой. Она – человек далекий от всяких сказаний и поверьей, но при этом обладает довольно тонким восприятием. Так вот, в какой-то момент на спуске она вдруг сказала, «Убери это от меня», чем полностью обескуражила меня, так как кроме каменной осыпи перед нами я ничего не наблюдал. Она повторила просьбу настойчивее, и я попытался выяснить, в чем дело, и объяснить, что перед нами ничего нет, а валун, лежавший прямо по курсу, массой в несколько центнеров, я передвинуть не смогу при всем своем желании, после чего взял ее за руку и медленно подвел к камню. Она выдохнула и сказала, «Показалось». На уточняющий вопрос, что же именно показалось, она описала кучерявое существо, что-то среднее между бараном и собакой, которое стояло и смотрело на нас. «Никогда более, ни в каком другом месте, ничего подобного я за ней не замечал». Но вернемся к картографии. Данный хребет является истоком для нескольких подземных ключей, как минимум три из которых пробиваются на поверхность параллельно линиям тектонического контакта. Вдоль одного из них, ручья с названием Ойры, мы сейчас совершим виртуальную экскурсию, начиная от его истока, при этом вспомнив то, что об источниках воды писал Кастанеда. Описал он следующее. В случае методик, связанных с водой, древние видящие были убеждены, что по-человечески можно быть перенесенным текучестью воды в любое место между этим, нашим уровнем, и другими семью нижними, или же быть перенесенным в сущности в любое место на этом уровне вдоль реки в обеих направлениях. Соответственно, они использовали текучую воду для переноса на этом нашем уровне, а воду глубоких озер или водяных провалов для переноса в глубины. С одной стороны, они использовали текучесть воды, чтобы переместись на первый нижний уровень, с другой, для встречи лицом к лицу с живыми существами этого первого уровня. Существа другой жизни подходят, чтобы узнать, что происходит, когда люди зовут, продолжал он. Это талтекская методика, как стук в их дверь. Древние видящие говорили, что сияющая поверхность на дне служит примантой и окном, так, что и люди, и те существа встречаются у этого окна. Он объяснил, что древние видящие допускали, что те семь уровней ниже нашего – это уровни текучести воды. Для них подземные ключи имели несказанное значение, поскольку они думали, что в этом случае текучесть воды обращена и идет из глубин к поверхности. Они считали это средством, при помощи которого существа из других уровней, существа других форм жизни, подходят к нашему уровню, чтобы посмотреть на нас, понаблюдать за нами. В этом отношении те древние видящие не ошибались. Они попали прямо в яблочко. Сущности, которых новые видящие называют Олли, действительно появляются у водных провалов. Определенные места силы являются дырками в этом мире. И если быть бесформенными, то можно пройти через такую дырку в неизвестное, в другой мир. Тот мир и этот, в котором мы живем, находятся на двух параллельных линиях. Места силы имеют потенциальную возможность опустошать людей, если они беспокойны. И поэтому человек может развить странные и вредные узы с этим места. Эти узы приковывают человека к месту силы иногда на всю жизнь. Теперь рассмотрим другой пример. Уже аномальные зоны. Дальнегорск был основан как горнорудный поселок с китайским названием Тетюхи. Город расположен в горной системе Сихоте-Олене, богатейшей месторождениями полиметаллических руд. Городообразующим предприятием, вокруг которого рос и развивался Дальнегорск, стал горно-химический комбинат. Этот комбинат занимал третье место в мире и единственное в России по производству борсодержащего сырья. При этом стратегическое предприятие неоднократно закрывалось, банкротилось, а его владельцами выступают пять кипрских офшоров. Внутри горного узла, рядом с которым расположен город, находится крупное месторождение полиметаллических руд, несколько штольневых горизонтов, объем и протяженность горных выработок более 100 километров. На Дальнегорском рудном поле представлены 77 минералов, включая полудрагоценные камни. Огромные залежи полезных ископаемых стали причиной Дальнегорской гравитационной и магнитной аномалии. Так, например, даже обычная коротковолновая связь с надводными кораблями в районе залива Владимир носит крайне нестабильный характер и иногда отсутствует полностью. За соседство с полиметаллическими рудами и минералами приходится расплачиваться и обычным людям. Так, в данном городе самый высокий показатель онкологических заболеваний по Приморскому краю. Минералы и металлы катализируют все процессы, в том числе и, к сожалению, онкологические. Необычные огни в небе над городом фиксировались и ранее, но то, что произошло в 1986 году, сделало его известным далеко за пределами СССР. Вечером 29 января 1986 года в Дальнегорске на глазах сотен изумленных жителей на горе Известковой, более известной как высота 611, потерпел катастрофу неопознанный летающий объект. Точнее, после нескольких безуспешных попыток подняться, продолжавшихся более часа, изрядно потрепанный объект все же взмыл в воздух и уплыл во своясье, но оставила себе на память части обшивки фюзеляжа, оплавленные камни, сожженные до состояния угля пень и огромное количество частиц земной поверхности, изменивших свою химическую и морфологическую структуру под действием высоких температур и сверхвысокочастотного излучения. Изучением артефактов с места катастрофы занимались более 14 институтов. По другим данным, 35 Академии наук СССР. Вся эта информация есть в интернете, поэтому не буду ее повторять, а расскажу я лучше о своем личном опыте и увиденном мной, подтвердив свой рассказ фотографиями. Морозным утром 7 января 2013 года я выдвинулся в направлении высоты 611. Примерно через полчаса после начала восхождения сквозь ветки деревьев я заметил плывущий по небу светящийся объект. Он перемещался совершенно бесшумно. Пока я пытался найти более удачный ракурс для съемки, объект исчез из поля моего зрения. Немного раздосадованный тем, что не смог разглядеть это явление получше, я продолжил восхождение. Ровно через час в том же направлении проследовал другой объект. На этот раз я находился выше по склону и деревья уже не мешали съемке. Сделав несколько фотографий, я продолжил подъем, который становился все труднее. Мне пришлось штурмовать высоту по гребню, так как в распадке нанесло метровый слой снега и он укрыл с собой камни. На самой площадке катастрофы я не обнаружил ничего подозрительного и аномального, за исключением этого дерева. Зафиксированные плазменные образования не могут быть болидами или метеоритами, так как они не сгорели в плотных слоях атмосферы за считанные секунды, а довольно медленно плыли по небу в течение нескольких минут каждый. Объекты не могут также являться инверсионным следом от пассажирского лайнера. Об этом говорит и цвет, и форма, и размеры. Они могли бы походить на факел от работающего реактивного двигателя в режиме форсажа или на факел работающего ракетного двигателя, если бы не следующий «но». В радиусе сотен километров от Дальнегорска нет истребительной авиации. Ближайший к Дальнегорску 530-й истребительный авиаполк с базированием на аэродроме Соколовка был расформирован еще в 2009-м, а его боевые единицы МиГ-31 переданы в состав 22-го истребительного авиаполка. Запуски ракетоносителей в этот день также не фиксировались. Ближайший старт произойдет только через 8 дней. 15 января 2013 года с космодрома Плесецк будет запущен ракетоноситель «Рокот» с тремя спутниками серии «Космос». Испытаниями баллистической ракеты это также быть не может. Во-первых, до полигона Кура на Камчатке, по которому производятся ракетные стрельбы, от точки наблюдения более 2000 километров. Во-вторых, наблюдаемых объектов было два, с разницей в час. Ну и в-третьих, что полностью исключает ракетную версию, это направление полета со стороны японского Хоккайдо в сторону Китая через территорию России. Вполне возможно, что неопознанная активность над Дальнегорском существует на регулярной основе, но ближайшие к ним части ПВО и радиотехнических войск, которые могли бы осуществлять объективный контроль, находятся под находкой на удалении 300 километров. При этом обнаружение, например, низколетящих целей в условиях ограничений радиогоризонта осуществляется на дальностях не более 30 от позиций РЛС. Возможно, многое в этом видео оказалось недосказанным, но, как я и предупреждал в самом начале, поднятые темы слишком необъятны, чтобы охватить их в масштабе одного видео или даже канала. Поэтому мы прикоснулись только к некоторым аспектам, доступным для анализа и осмысления. Если вам понравилось данное видео, то вы можете поставить под ним лайк и подписаться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok